В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Всем привет! С вами снова Большой Эфимский Хоккей на столичном телеканале Вся Уфа Хоккейный сезон для Салавата Юлаева закончился очень рано Но наш сегодняшний гость знает, как продлить для себя сезон Правда, для этого ему приходится отправляться в далекое путешествие В особых представлениях он не нуждается Будущая звезда НХЛ Шакир Мухамадуллин Привет, Шакир! Ну что, у нас лето на дворе, отпуск, как отдыхается? После сезона такого столь длинного Было большое количество игр сыгранных в этом году Пару недель отдохнул, сезон на море И дальше уже и по сегодняшний день готовлюсь Хожу в зал, хожу на лед Ну, сезон получился действительно очень большой в этом году И регулярный чемпионат большой Правда, плей-офф в этом году получился совсем маленький И для Салавата Юлаева, и за океаном Получилось так, что ни Сан-Хосе, ни Барракуды, ни Акулы не попали в плей-офф Где-то немножко расстроились, хотели попробовать все-таки в плей-офф там поиграть? Да, больше, наверное, здесь расстроился на данный момент Потому что действительно, ну, мое мнение лично, что шансы были у нас высокие Могли идти очень далеко Ну, это хоккей, спорт Это поражение приняли с поднятой головой И сделали правильные выводы А дальше полетел за океан, доигрывает сезон И там тоже были шансы зацепиться в плей-офф И по итогу в таблице у нас было 0-0 очков С командой, которая зашла с последнего места Поэтому, в принципе, такое сейчас получилось, такое бывает Ну, вот у вас там такая дуэль была двух команд И много матчей между собой сыграли Как раз вы, получается, что вы приехали и как раз попали на это противостояние Насколько сложно было войти в игру? Хотя уже в АХЛ играли в прошлом году Да, с этой командой как раз-таки последние два матча у нас и были А в плане того, как сложно было войти Ну, в первую очередь, так лимитизация была До этого перелеты в Владивосток, Уфа Там два раза летали туда Затем в Америку полетел через Эмират То есть с Эмирата в долгий рейс 15 с половиной часов идет прямой Поэтому, в принципе, пару дней мне пригодились И нужны были для климатизации Чтобы, в принципе, понять, что все, я уже приехал, все нормально Нормально поспать Так, в целом, по игре, ну, как старался, как можно быстрее понять систему команды и клиниться в корректив Ну, у нас здесь довольно сложно смотреть АХЛ Там достаточно дорогие трансляции, только платные Ну, мы смотрели там по возможности какие-то моменты, нарезки Показалось, что в первых матчах было довольно неудобно Не в своей тарелке себя чувствовали Ну, все равно было некое волнение Стиль игры все равно, он там другой Стиль игры, сами игроки, система игры Понимание, хоккей немножко тоже разное На мой взгляд Поэтому были некие трудности в первом матче И с каждой игрой пытался уже И тренерский штаб со мной разговаривал тоже Объяснял какие-то моменты, как у них там проще в какой-то ситуации поступить И игру за игрой старался играть все лучше и лучше И чувствовал себя комфортно Ну, с очками получалось неплохо Был матч с ассистентским покером Что тренеры сказали, да, это какая-то реакция была Может быть, кто-то из менеджмента, нет? Да, так просто сказали, молодец, хорошо сыграл Там больше игроки подкалывали Говорили изи мани Легкие очки, да Мы ходим после перерыва, они говорят, два очка уже набрал Я говорю, не знаю, ну, наверное Потом третий, они уже смеются А четвертый уже просто, все уже по шлему били меня и так и всякое Ну, там вторых-то передач только две было Две, это прям были голевые на гол Причем обе россиянам отдали Все равно со своими как-то пока комфортнее себя чувствуете Ну, взаимопонимания побольше Ну, на льду, когда мы по-русски говорим Американцы нас просто телеканадцы не понимают Или там европейство играет Поэтому в этом плане есть какие-то свои такие заначки, так сказать Ну, некоторые, кто за океан уехал Говорят, что лучше бы попасть в команду, где нет русских Чтобы было не с кем говорить по-русски Тогда легче дается погружение в языковую среду Как-то старайтесь, может, по-английски с русскими разговаривать или все-таки пока в своей диаспоре, скажем так Ну, я здесь тоже, наверное, согласен Чем быстрее ты попадешь в какую-то обстановку, да, где тебе просто придется этот язык выучить А когда есть русский, а тем более как францы, там, семь или восемь человек То тяжеловато с английским дается Ну, между собой все равно, мне по-русски разговаривали А так, когда с кем ты подходишь, кому-то, да, вроде бы ты можешь поговорить Но ты знаешь, что человек здесь, который с тобой стоит, он тоже с твоей стороны И он знает на английский лучше Немножко начинаешь стесняться Бывает, что не то скажешь, он там посмеется Ну, так-то, по-дружески, да Поэтому есть такие небольшие стеснения И с этим нужно бороться, в принципе, а так Ну, то есть, в первую очередь, проблемы не с, там, со словарем и так далее А с тем, что стесняетесь произношения Ну, у меня лично больше стеснений какое-то, да Так, нет-нет, каким-то с Владимиром Солановым твердым можно поговорить А так, вопрос стеснений только первый Шакир, как ты сейчас? Я знаю, что ты просто играешь в НСХЛ Так, что ты чувствуешь сейчас? Все нормально А, ну, в бытовом плане какие-то, скажем так, неудобные какие-то ситуации попадали? Ну, вот из-за не знания языка Из-за языкового барьера, скажем так Да, в бытовых, да нет, в принципе, все хорошо было Круглые сутки, можно сказать, все равно был кто-то один из русских Тот же Ахатюк, да, я прилетел, когда, еще в том сезоне в Нью-Джерси Он играл тоже в фарм-клубе там Он меня в первый день встретил И, в принципе, две недели, которые я там находился Мы каждый день с ним и кушать ездил И на выездах вместе жили, и везде То есть, и сейчас произошел обмен И его тоже вместе с вами поменяли Опять же, вот, первое время там он меня возил постоянно Куда мне нужно было, там, отвозил покушать Там вместе со мной тоже ел А затем уже потихоньку старался Вот, агенты мне нашли машину в аренду То есть, и уже сам я осваивал все Как к дорогам, так и к жизни Ну, как к дорогам нормально было? Просто? Или все-таки другое там движение? Ну, ездить там немножко попроще, нежели у нас В принципе, есть некие отличия в правилах А так, главное, не волноваться спокойно Все то же самое После Уфы, наверное, везде легко ездить После России, в принципе, Уфы Ну, вы, насколько я знаю, жили Пока своего жилья нет, да? Жили у одного из тренеров, у Набокова Да, первые недели две, наверное, я жил у игрока, у Гущина Потом у меня началась аллергия там некая А Набоков жил за городом у него дома То есть, и возможно, с питанием было там или что Или просто как-то, ну, не знаю, какие причины были на это Переехал к нему за город, то есть, и у него жил уже То есть, там вся аллергия, все прошло Не знаю, с чем связано это Да, и в принципе, вот жил с ним По вечерам смотрели матчи Про систему Шаркса разговаривали То есть, многие вещи он мне там объяснял, рассказывал Ну, вы, когда он играл еще, помните, в эти времена Следили за ним, как жил игроком? Конечно, следил за всеми Что и в том году, да, в Нью-Йорксе я приехал Там Брелин был в фарм-клубе, клиник тоже следил Поэтому, так, немножко непривычно было Ну, каково было попасть домой к хоккейной легенде, да? Которого там в детстве с матчей, с которым смотрел Не, ну, на самом деле Евгений, он достаточно простой, да, человек Можно обо всем поговорить Понятно то, что у меня внутри было то, что Сейчас приеду, как себя вести, там, что делать Не мой дом, там, дом еще и такого человека А так, он принял все это, ну, и шутки, и все эти дела Чтобы я быстрее оклемался, да, и чувствовал себя комфортно Ну, вообще, вот, если говорить, да, о кумирах Был кто-то, ну, из мировых звезд какие-то, на кого хотелось равняться? Может, раньше, ну, младше, когда были? Да, раньше вообще, я же центральным нападающим был Мне детство понравилось, поэтому, в принципе, я за ним следил постоянно А, и защитников, ну, вообще, вот, на кого хотелось бы равняться? Да, сейчас у меня нет такого, что на кого-то хочу равняться Уже такой возраст, что уже ты сам себя строишь Ну, я помню, в этом сезоне, после одной шайбы, там, в раздевалке По-моему, Паша Коллинов русским хедманом назвал Как относитесь к таким сравнениям? Да, постоянно ребята подшучивают, да И за рост, то, что я просто, может, на кого-то там похож, да Визуально на льду, когда стою К этому отношусь спокойно, то есть, как в мою сторону, так и в сторону других игроков Ну, у Сан-Хосе есть достаточно такие солидные защитники с именами Кого вы все-таки, ну, вот, своими, скажем так, да, конкурентами за состав видите? Вот тех, этих ветеранов, которые играют уже в основе Или все-таки вот ребят, с которыми сейчас играете То есть, это Ахатюк, Князев, то есть, у вас одних русских защитников только трое Скажем так, пока... Четверо, да, еще Кныжов А, Кныжов еще, да, 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 даже четверо Да, на самом деле, конкуренты для меня все Включая игроков и Ахэл, и сейчас кого задрафтуют, да И кто уже на самой команде играет Так же, как я для них конкурент на данный момент уже Поэтому так особо никого лично не видел На льду, там, живу только по телевизору, да, в обзорах Поэтому я туда и уже будем там разбираться Ну, когда вот ехали, все-таки надеялись, что, может быть, сразу в Шаркс возьмут Возьмут, или все-таки понимали, что придется еще в Ахэл себе показывать? Да нет, я знаю, что начну в Ахэл, там, дальше зависело все уже от физического состояния, от эмоционального, от, в принципе, от игры Нет, не было такого того, что я надеялся или ждал чего-то Просто у меня было сегодня играть, там, завтра я готовился просто к матчам А там все происходит внезапно, так я могу сегодня, ты играешь, завтра вызывать в Ахэл играть Ну, когда состоялся вот этот обмен, да, частью которого вы стали Сахатюком в Сан-Хосе, из Нью-Джерси, в Сан-Хосе Многие говорили, что это для наших ребят, мол, даже лучше, Сан-Хосе, команда, которая только строится, обновляется, не попадает в ПЛФ То есть, как бы легче будет пробиться, да, вот вы сейчас поиграли в Ахэл и там, и там Так ли это, вот, изнутри? Ну, там происходит так, что все равно, да, у каждой команды есть свой пик, который она проходит И потом она переходит в стадию перестройки, когда обновляется состав, там, возможно, меняется система игры, да Ну, опять же, проще, не проще, я думаю, тут даже так, ну, неправильно говорить так Потому что будет проще, это все равно команда НХЛ Туда приезжают такие же молодые, там, или уже возрастные игроки, которые будут рвать зубы, да, будут все там рвать и метать, чтобы попасть в состав Поэтому никогда нигде просто не бывает Ну, вот, глядя на резерв команды, да, с которыми, с которыми он поиграл У Сан-Хосе серьезный задел, вот, на будущее, скажем так, вырасти за счет своего резерва Да, вот сейчас играла команда, в принципе, у нас была, не таково, что слабая, да, это то, что слоя футболит Все были шансы, и все игроки по-своему сильны, у каждого своя роль, которую он выполняет С удовольствием, да, и стремится попасть в основную команду Поэтому, ну, опять же, там каждый год происходит драфт, где набирают еще новые, новые, то есть конкуренция с каждым годом увеличивается Поэтому все ребята, кто играет, а я думаю, они на свой месяц заслужены, и они стараются и показывают лучший хоккей Ну вот, сезон Ланхайл вот только недавно закончился Следили за плей-офф? Ну, следил, да, как Флориде залетело, там, 3-1 Бостону проигрывали, то есть еще там конец сезон у нас был, я смотрел еще Потом вырвали поброски, да, понятно, следили за нашими, да, с очистниками, кто там из России Ну, в принципе, да, и за финалом тоже следил Ну, в этом году выиграл Вегас, поэтому, с победой Ну, Вегас выиграл такой, скажем так, не хоккейный штат, да, южный, жаркий штат У вас в Сан-Хасе тоже находится, да, на западном побережье Курорт практически, да, и очень жарко там Насколько вот все-таки хоккейный это город Вот на Барракут много зрителей ходят? Ну, у них на АХЛ не скажешь, что полный трибун находит, да, возможно, там, в разные, в разные периоды Например, на следующий год, там, на следующий сезон, там, будет матч звезды АХЛ, то есть проходить у них дома Поэтому, бывает матчи, когда много болельщиков, бывает, так же, как и в России здесь тоже Ну, на Кул-то в качестве зрителей хотя бы удалось попасть? Я все хотел пойти, но у меня была только одна возможность И когда только я прилетел, ну, вечером хотелось спать сильно Убла клематизации, да, а так у нас получалось, что мы едем на выезд, основная команда играет дома И как мы возвращаемся домой, они едут на выезд Ну, и пару раз мог сходить, но у нас на сегодня была игра На игровой день я особо никуда не выхожу Ну, вот, недавно читал я интервью вашего коллеги по команде, да, Князеву И он исследовал, что очень дорогой штат Калифорнии, и особенно Сан-Хосе Удалось почувствовать на себе Да, в плане продуктов я за жилье пока не платил, поэтому, возможно, не так ощутил Но уже знаю цены на апартаменты, да, цены на, или ты арендуешь машину, или ты покупаешь ее Поэтому, насколько я, как мне рассказывали, самый дорогой штат считается И, в принципе, я уже в этом убедился, потому что сейчас в поисках квартиры, да, жилья То есть где бы располагаться весь сезон Ну, вы мне говорили, что где-то в два раза дороже, чем в Нью-Джерси жилье Ну, если в Нью-Джерси, насколько я не помню, где-то две тысячи долларов выходило в месяц Здесь уже три с половиной, четыре тысячи, а у кого-то четыре с половиной, пять тысяч Вот такие цены Ну, и в АХЛ, в общем, и зарплаты-то не такие большие То есть, в принципе, наверное, если играть в Сан-Хосе в АХЛ, то это заработка будет хватать только, наверное, да, вот на жизнь Ну, скорее всего, на жизнь, да, если у тебя еще и нужна машина тебе Бензин тоже не из дешевых, нежели в России В принципе, зарплат на месяц, конечно, хватает, да, но откладывать, наверное, не получится Ну, вот мы с вами в прошлом году разговаривали перед, вернее, после того, как вы в Нью-Джерси ездили Говорили, что подписной бонус как раз вот отложу на то, чтобы в Америке жить, но удалось сохранить? Ну, это немножко успокаивает, да, некие деньги накопились на карте, как подстраховка Поэтому, на самом деле, про деньги даже не думаю Основная задача это играть Ну, там у вас было довольно много выездных матчей, да, из тех, что провели Почти в Сан-Хосе-то и не пожили, да, то есть, в общем-то, наверное, никуда и особо и сходить не успели Ничего не предпосмотреть Да, я особо такой не люблю куда-то ездить, да, или когда у меня есть свободное время, я лучше отдохну Да, там у нас было, по-моему, два выходных нам дали И как раз Ахатюк с Незелом вызывали в Сан-Франциско съездить Там 40 минут на машину садишься и, в принципе, недалеко посмотрели на этот мост Там тюрьма, Алькатрас Алькатрас, да Да, тоже там все видно было Там перекусили, да, и, в принципе, обратно поехали Так день провели Ну, и Сан-Хосе, в общем, небольшой такой город, да, там Ну, вот, и Князев говорит, что там, в общем, и сходить некуда, ни аквапарка, ни центров развлечений, ничего нету То есть, все это надо въехать именно в сам францис Казахстан Да, в принципе, обычный город, чисто ухоженный, красивый, ничего лишнего, да Все для жизни, все, что нужно, все есть В принципе, там какие-то развлечения, там есть торговый центр, кому нужно, а так Ну, и, наверное, на данном этапе карьеры, как раз, хорошо такой город, где ничего лишнего, чтобы на хоккей сосредоточиться, можно было, да, ни что нету Ну, да, чтобы фокусирование было на одно дело, за которым ты поехал, так будет проще Ну, вот, если говорить именно о хоккее, да, все-таки чем, в первую очередь, там за океаном игра отличается? Агрессия, я думаю, любой, любой, кто будет здесь сидеть, скажет агрессия Силовые приемы, контакты, да, стычки, то есть, чуть ли не в каждой смене там происходят стычки, которые могут перейти в драку Вот это самое главное отличие Ну, в принципе, в КХЛ, да, сейчас тоже достаточно жестко, и особенно в плей-офф Есть команды, которые прямо в агрессивной манере играют, тот же Акбарс, или там ЦСКА Именно те команды, с которыми нельзя зевать, да, ни у головы опускать Ну, насколько там все-таки это на другом уровне, или вот с такими командами вполне можно сравнить в КХЛ? Я думаю, как-то сравнить, ну, я лично, я не могу, если брать статистику по силовым приемам, допустим Здесь у нас выходило, где-то 15, да, в хорошем случае, 20, ну, 20, это вообще идеально А там... Ну, у кого как? Ну, у всей команды А, в целом, за матерью А там, я думаю, это порядка 40, там, 35, то есть, это минимально Потому что в каждой смене каждый игрок, я думаю, делает по силовому примерно Ну, вот серия с Адмиралом, у Салавата была как раз у Адмирала канадская площадка В каком-то плане это помогло перед поездкой в АХЛ, то есть, перестраиваться меньше пришлось? Да То есть, вот именно размер площадки Не только у Адмирала, тут у нас у кого, у Акбарса еще Ну, есть команда Да, есть команда, у которых канадская площадка, просто они немножко разные, да, какие-то разные углы Ну, где-то есть углы, где-то их как будто бы нету Разные отскоки получаются, да? Да, разные отскоки В принципе, не первый раз играл в данной площадке и особо не привыкал уже, как бы, есть небольшой опыт Ну, вот с вами, опять же, год назад разговаривали И был разговор, да, о каких-то недостатках в игре, на которые остался год, чтобы от них избавиться Ну, вот насколько сейчас можно сказать, что это удалось? Насколько процентов, скажем так, то, что планировали за год подтянуть удалось? Да, наверное, там, то, что вот в стабильности немножко добавил, да, вот это немножко отпускает меня уже В принципе, каждый год нужно, даже если ты считаешь себя хорошим игроком, там, я не про тебя сейчас говорю, просто, в принципе Нужно над всем работать, чтобы совершенствовать свои качества, да, свои навыки В принципе, сейчас могут уже отведать то, что можно работать так же над физикой, так же над стабильностью Надо всем, да, над обороной, над игрой в обороне, то есть над силовым приемом, то есть над всем этим тоже предстоит большая работа В Салавате и Юлайве играли во второй спецбригаде, в большинстве много выходили В НХЛ, наверное, как всем придется начинать с третьего-четвертого звена, да, не скоро еще, наверное, получится возможность играть Ну, выходить в большинстве, доверие больше получить Насколько готовы играть, пока меньше игрового времени получать? Я не знаю, на какую роль, да, они меня рассматривают, там, рассматривали вообще В принципе, здесь тоже я не сразу в большинстве начинал играть То есть первый, там, первый год, понятно, там я мало играл Во втором сегодня тоже не сразу, там, какие-то, у кого-то травмы были, там, кто-то прибыл, да, давали шансы В принципе, готов ко всему, всем всегда говорил, куда поставить, с удовольствием буду играть Ну, вот в Салавате за этот сезон, опять же, начали получать большинство, да, о том, о чем перед этим говорили Насколько были готовы вообще, в принципе, ну, вот к доверию, может быть, и в первой паре играть Потому что в АХЛ-то у вас, в общем-то, много, да, я так понимаю, в игровом времени было И, опять же, и в неравных составах постоянно выходили Да, честно, вот, повторюсь, опять же, какую роль дают, да, стараюсь выполнять ее по максимуму Чтобы удовлетворить тренерский штаб, чтобы заработать свое игровое время, да, его увеличивать И играть, самое главное, стабильно, и не поводить ни команду, ни партнеров, ни тренерский штаб Ну, после сезона делают какие-то выводы, ну, то есть, вам что-то говорят Там, вот, надо вот с этим поработать, вот в этом прибавлять Довольны, недовольны, то есть, какие-то разговоры есть с менеджментом или с тренерами? Это там или здесь? Там Там, после каждого сезона, да, собрание, сначала общекомандное собрание Потом тренерский штаб, каждого игрока лично вызывает к себе Там, тренер по защитникам, по нападающим, главное, говорят, что он сделал хорошего за сезона, что, в чем он может прибавить И затем еще одно собрание с генеральным менеджером, то есть, у каждого лично, то есть, у каждого говорят, кто-то там свое мнение высказывает Ну, если не секрет, какие-то, что-то есть с того, что вам вот сказали о вашей игре, что-то можно рассказать? Да, я там сыграл 12 матчей, поэтому особо какой-то конкретики не было Просто сказали, что мы видели, что с каждой игрой это чувствуется комфортнее и комфортнее Да, у тебя получалось все больше и больше того, чего ты хотел нам показать Да, и сказали, главное привести хорошую под сезонку Поэтому я сейчас поеду там и два месяца буду там готовиться В принципе, быть готовым к сезону Ну, наверное, все-таки надо и про Салават поговорить Сезон получился такой неоднозначный И вроде относительно неплохая, достаточно стабильная регулярка И в плей-офф, наверное, никто не ожидал, что не удастся справиться с Адмиралом Как, вот, сами все-таки, для себя какие выводы сделали, почему это произошло? Да, сезон, думаю, у нас был хороший, вышел со второго места Хотя перед сезоном мы, конечно, не обращаем на это внимания Но многие из пресса, да, не давали нам даже плей-офф, да, выхода Оценку давали такую Но в плей-офф, как говорится, нет проходных соперников И мы уперлись в строгую жесткую систему Которая, видимо, сработала лучше нашей И вскоре мы вылетели, да Конечно, было очень обидно Несколько дней еще сидел и думал, да Но у меня был перелет, как бы было время подумать Ну, вот, и на льду было видно, что вы были один из тех, кто, наверное, больше всех расстроился Это поражение пока самое, скажем так, обидное, чувствительное в карьере? Да, у меня карьера-то, как таковой еще нет, да, она только начинается Поэтому на данный момент, можно считать, самое обидное поражение Ну, все равно же были и сборные, и салаватики первые сезоны Надеюсь, поражение у меня будет меньше, да, чем победа Ну, желаем извлечь правильный опыт, да, и с победой, и с поражением И не возвращаться в Уфу, пока в НХЛ не пробьетесь Спасибо за разговор, спасибо за то, что пришли к нам Еще раз удачи за океаном Всем спасибо, это был Большой Эфимский хоккей Играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей